И мы с ним сели играть, настольная игра, потому что обычно сейчас же все играют в видеоигры, компьютерные игры, которые, кстати, как ни странно, вот я прочла, что игра в компьютерные игры развивает IQ, как ни странно, да. Ну, возможно, они там как-то оградируются. У компьютера? У компьютера вообще, да. У компьютера еще и эмоциональный интеллект развивается. Это мнение разработчиков игры компьютера. Ну, возможно, хотя не дышено, потому что не дышено, мне кажется, по поводу карточные игры развивания. Карточные игры развивают. Да вообще любая игра, даже, я не знаю, настольный теннис развивает мозг. Вы так не думаете? Ну, за счет того, что уже движется кисть, все-таки нагружается. А я думаю, не пойду, потому что за шариком уже надо успеть смотреть, а это глазодвигательные какие-то движения. Пример продвинутого игрока в теннис это Форест Гамб, да? Это очень правда. Это игра такого уровня, мега уровня. Американский, вон, а что дурочек, да. Да-да-да. Что-что, Светл? Ну, понятно, что бы с ним было, если бы не было. Ну, совершенно верно, да. Так вот, я закончу свою мысль по поводу ребенка. Мы с ним играем, и вот он играет в удовольствие. В какой-то приходит момент, когда интерес у него утрачивается, да, и все, заставить его играть в это невозможно. Вот, мне всегда было интересно, как люди теряют азарт, или как теряют у них кусок в жизни, и как они его потом находят. Может, поделитесь своими какими-то находками? Что вам помогает сохранять интерес к жизни? Скажи. Когда есть цель какая-то. Когда есть цель какая-то. И что? Тогда интерес. Цель. Цель? Ну, хорошо, у меня цель пойти, вот, купить пару рублей. А, нет, ну, понятно, цель имеет определенный критерий. Правильно, цель должна быть что-то значительное. Ну, не знаю, что-то, для чего нужно потратить какие-то усилия. Вагон оборудов. Ну, возможно. Возможно, да? Вагон такая цель, да. Заработать денег. Заработать денег. Что? Ну, я меняю просто свою деятельность, естественно, типа. Для того, чтобы сохранять. Надоело немножечко. Я пытаюсь что-нибудь другое, чтобы увлекло. Это надоело третье. И могу с таким же азартом потом вернуться к первому. Ну, то есть надо обнимать. Получить. Если вы не по этому интересу, надо мне сферу... Это просто ты переключаешь сферы деятельности, да? Переключаюсь. Угу. Я не знаю. Ну, это по поводу Греции, да, я уже услышала. Скажите, Юль, скажи. Ну, я, наверное, отношусь к тому числу счастливых людей, которые занимаются любимым делом. Поэтому, когда интерес есть, то есть усталость, это да. Вот интерес, когда он поддерживается, то есть не всегда. Ну, по рутинам, вроде бы, рутина, да. Рутина существует. Естественно, естественно. Потому что в самом любимом деле, какие-то мелочи, какие-то бухгалтерии, ДНП, вот это проходит. Ага. Такая напрашивается аналогия, прям не знаю, говорить, не говорить. Ага, а ты? То есть, потому что надо отдохнуть, надо отдохнуть. Чем-то другом заняться, вообще ничем не заниматься. Ничем не заниматься, да? Ну, иногда даже и танцем. Угу. Иногда просто. Очень часто даже и танцем. Это возвращает интерес к жизни? Ну, очень. Он, в общем-то, никогда и не теряется, но иногда хочется отдохнуть. А ни у кого никогда не теряется интерес к жизни, скажите? Теряется. Виктор Панченко, может, он сказал. Да, он еще молодой. Я молодой. Я просто в какой-то момент внимал себя в удачу. Ничего нельзя всерьез воспринимать. Это все и так. Вообще, все и так. Иногда, как я говорю, засыпаешь, тебе начинает казаться, что это всерьез. Тогда нужно проснуться и понять, что это и так. Ну да. Вот я как человек простой, я воспринимаю все буквально. Иногда засыпаешь. Потому что это просто сон. Да, да, да. Но когда кто-то приходит, вот, да, вот у меня есть такое умешание. Мы спим, а, нет, не правильно. На небесах сидит мужик, а он спит. А мы ему снимся. И нам снится каждому своя жизнь. И мы в ней играем. И каждый волен, как бы там, придумать себе хорошую сон. Вдруг кто-то походит ко мне и тянет и говорит, пойдем к баку, там самый свежий, этот самый мусор привезем. А кто-то приходит и говорит, например, ты знаешь, что вот эти вот сколочки негодяи окружают. Это человек, который предлагает мне смотреть типу сон. Я не хочу такую сон. А я сон буду. Просто сплю себе сам по себе, да? И вижу свои сны. Оль, скажи что-нибудь. Я вижу, что они постоянно не сплываются. Даже с собой. Очень железные сон. Боженьки, боженьки. Это все боженька. Он сидит и смотрится. Я вспомнила, а жизнь это серьезно? О да, ну не очень. Как-то да. Оль. Оль.